Близнецы, всем привет! Меня зовут Анна Кропеева, это прогноз на июль месяц для вас. Ну что, впереди нас ждет очень интересный июль. Почему? Потому что Меркурий не ретроградный, Венера тоже идет прямо, и Марс тоже идет прямо. Пока что. Наслаждайтесь июлем, потому что впереди вас ждет очень большие изменения. Начало июля для вас произойдет в 12-м дуе. Почему? Очень важно, знаете, первое число, оно такое, я считаю, не люблю это слово, но скажу его, магическое. Потому что все равно, да, вот этот отсчет времени от начала месяца и до конца. То есть единица, это такая чистая энергия, и энергия месяца начинается с луной в тельце. Для вас это 12-й дом. О чем это говорит? 12-й дом, это больше хотеть быть в уединении. Самой, вот как бы, я не знаю, заниматься своим самокопанием, что-то там сидеть, чтобы вас никто не трогал. И это нормально, если у вас будет такой июль, такое желание побыть наедине с самим собой. Это неплохо. Возможно, у вас могут появиться какие-то страхи, кто-то захочет поработать с психологом, тоже неплохо. Как бы в июле покопайте себе, или пойдите там в нумерологию, узнаете, кто вы там, я не знаю, если вы родились 24-го числа, допустим. Ну, вот 2 плюс 4, вы шестерка, вам станет легче. То есть вам, вы будете в поисках каких-то ответов в течение всего июля. Возможно, это будет касаться вашего саморазвития, возможно, это будет касаться каких-то дел. Ну, я не знаю, возможно, вы чего-то не знаете, захотите вот покопаться. Но это все надо делать наедине с самим собой. Следующий момент, тоже интересный. 3 июля Луна соединяется вместе с Юпитером в вашем первом доме. Вы уже поправились? Если нет, я вас поздравляю. У вас начинается, вот Юпитер зашел в близнецы в прошлом месяце, и многие близнецы поправятся, поэтому смотрите. И поправиться можно из-за чего? Юпитер в близнецах еще, он расширяет знания и расширяет нервозность. Если вы нервничаете, смотрите, что вы едите, потому что, знаете, вы можете не успевать что-то кушать и правильно питаться. Кстати, обратите внимание на то, что вы едите, на ваше питание. Юпитер, который заходит тоже в ваш первый дом, и особое внимание уделяю каждый раз, когда Луна соединяется с этим Юпитером в течение всего года. Можете смотреть, ага, Луна в близнецах. Для вас открываются новые возможности для каких-то осознаний личностного роста и социального роста, в том числе. Потому что Юпитер – это планета социальная, Юпитер – это планета знаний. Фильтруйте информацию, которую вы слышите, потому что Юпитер в близнецах, он как бы, знаете, вот сейчас искусственный интеллект за этот год, да, вот обо всем и о чем, вот везде куча инфы, а ее же нужно как-то перерабатывать, и из-за этого могут быть, знаете, состояния такой непрожитой жизни, что ты как будто бы ничего не успеваешь, и вы можете из-за этого переживать. Не переживайте, все, вы успеваете. Возможно, даже, кстати, в июле вам полезно взять какой-то такой, называется, когда молчание без соцсетей. То есть, ну, просто не использовать эти соцсети очень активно. Новолуния 6 июля будет в вашем втором доме. Я вас поздравляю. Это финансы, это деньги. Новолуния – это всегда что-то новое. Но в чем интересно, что интересно в этом новолунии, то, что оно будет вместе с планетой Венера. Венера – это планета любви и денег, и очень приятная. Какие-то приятные траты, какие-то приятные подарки у вас могут ожидать в этом новолунии 6 июля. Вот прям классно. Я не знаю, потратите деньги или вы на себя потратите. Что-то такое вот купите себе красивое. Либо для семьи. Потому что это рак все-таки. Как будто бы... Вот вам хочется уюта. Вам хочется быть дома, возможно. И вы что-то вот хотите тратить деньги на какой-то уют. Не знаю, обратите внимание. Напишите, как у вас это проиграется. Потому что рак и Венера там, и вот эта новолуния с Венерой, оно всегда про что-то очень такое теплое, приятное, уютное, домашнее. Ну и у вас прям сам Бог велел. Следующий момент. Меркурий у нас... Это ваша планета. Поэтому вам важно. Он идет прямо пока что. Насчет он электронного движения у нас во второй половине августа. Пока что он зашел, вот, кстати, в знак льва. И там он очень долго останется. Он потом вернется, да, будет ходить туда-сюда. Знак льва. О чем это? Для вас? Для вас, лев, это третий дом. Что это означает? Мысли о переезде. Не доучился. Хочу доучиться. Хочу дочитать. Хочу что-то узнать. Возможно, какие-то документы, которые нужно восстановить. Да. Вам захочется, ну, такое, знаете, камерное общение. То есть вся энергия июля, она как будто бы для близнецов вообще будет полезна. Вот вы посчитайте книгу наедине. Вот если есть там, да, допустим, у овнов и у тельцов там видно коммуникация. То есть там выделены дома, связанные с коммуникацией, общением. Вот они прям вот им показательно, они такие активные. У вас же июль, он больше как такое камерное событие. Это будет камерный месяц, когда вы наедине с самим собой. То есть вам комфортно. Или в семье, либо вы... Вот вам хочется что-то вот комфортное сделать. Может быть, вы захотите, кстати, стать дизайнером интерьера. Я не знаю. Может быть. Потому что здесь, ну вот, хочется вложить в себя что-то приятное для себя сделать. Возможно, для вас приятное для близнецов какое-то обучение, какая-то информация. Вот тоже. Какие-то курсы. Либо вы давно там забросили какой-то курс, к чему-то хотели обучиться. У вас появляется время на это. И вы, ну вот, в июле возобновляете это обучение. Что читаете интересное. Вообще, даже вот совет найти какую-то информацию для себя. То, что вас давно интересовало, начните там ковыряться. Потому что такое ощущение, что оно потом вам очень сильно понадобится в будущем. Так, следующее. Очень важный момент. 15, 16, 17 июля. Марс соединяется вместе с Ураном в вашем доме подсознания. 12 дом. И дом страхов и фобии. То есть, как будто бы вторая половина месяца, она может принести у вас какие-то резкие изменения. Что вот вы можете чего-то начать бояться. Как будто бы фобия какая-то у вас. Может быть, это связано с состоянием здоровья. Обратите на него внимание. Либо с психосоматикой какой-то. Потому что в основном 12 дом болезни это психосоматика. То есть, могут включиться какие-то родовые программы. Подумайте. Если у вас есть какое-то недомогание, то вот в июле, знаете, есть причина у всего. Каких-то своих состояний здоровья. У всего есть причина. И здесь вот эта вот причина психосоматика. Как будто бы вам нужно что-то порешать. Особенно в голове. Из приятного. Начиная с 16 числа у вас открываются ворота возможностей. Там большой трин будет между Солнцем и Сатурном и Луной. Солнце, Луна и Сатурн это очень важные планеты. Для Сатурна это планета, которая вообще... Это наш учитель. Который обучает нас иногда ограничениями. Но в то же время, если вы долго долбите в одну точку, вы получаете результат. Сатурн это планета, куда вы вот вкладываетесь. То, что вас скучит. То, что вы долго-долго к чему-то шли. Сатурн у вас сейчас входит по дому десятому. Десятый дом это дом реализации. Вот. То есть это не про резкие изменения в вашей карьере. У вас все очень стабильно достаточно. Это про то, что вы укрепляете свой статус. Вы укрепляете свою позицию, свою карьеру, свою работу. И вот этот большой трин 16, 18, 18 июля между Солнцем и Сатурном включает вот этот трехугольник реализации. Второй, шестой и десятый дома. И показывает вам, что все стабильно. Все стабильно в плане... У тебя есть поддержка в работе, в деньгах, по шестому дому, в своем предназначении для других людей. У тебя все стабильно. Близнецы, напишите. То есть вы должны почувствовать уверенность в своей работе, в своей карьере. И полнолуние, которое произойдет 21 июля, оно второй раз будет опять за месяц в знаке Козерога. И для вас это финансы. То есть как будто бы вы должны получить какое-то подкрепление, какую-то уверенность в своих финансах, уверенность в своей карьере, уверенность в своей работе. И очень, так знаете, вот как класс. То есть ощущение гармонии, ощущение классного такого состояния. Я напомню, вот эти гороскопы можно смотреть, если вы знаете свою Луну, свое Солнце и свой Ассидент. То есть можете три смотреть. Если вы близнец по Ассиденту, вам, кстати, это очень даже больше даже подойдет, чем, возможно, с солнечным близнецем. Но, тем не менее, это полнолуние, оно финансовое. И вы опять получите... То есть если у вас июнь был финансово выгодный, и июль тоже. Он как дает вам стабильность. Вы, может, откладываете там на что-то, я не знаю. То есть и вот как такая гармония, знаете. Финансовая гармония. Ну классно. Почему? Это очень круто. В тот же момент, но в то же время, после этого полнолуния, Марс, планета, активности, динамики, но и агрессии, но и резких каких-то изменений, заходит к вам, ваш первый дом будет к вам к солнышку к вашему идти. Вы можете быть очень активны, начиная вот с этого полнолуния. То есть если начало месяца, оно такое более, знаете, вальяжное, такое наслаждение, когда Венера там прекрасная, замечательная ходит, то уже под конец месяца, когда Марс зайдет к вам в первый дом, есть вероятность, что вы будете, возможно, ссориться со своими партнерами, то есть вам можете беситься, можете быть таким агрессивным человеком, то есть вам кажется, вот все такие медленные, нужно вот динамику, динамику подключать, то есть и вы очень резко почувствуете этот переход из состояния спокойствия в состояние беготни. И это будет вот после 20 июля, когда вы резко, да, там подскочили, и вам нужна активность, динамика. И принимать какие-то решения. Полнолуние еще, да, на оси 2.8, это всегда про деньги, про финансы. И как я уже сказала, я вижу, что вы получите такое внутреннее спокойствие. В будущем, возможно, вы там откладываете на что-то. И благодаря тому, что вот так вот вы постепенно-постепенно идете к своей цели, все у вас будет хорошо. Это был прогноз на июль месяц. Близнецы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!